Более 300 лет назад, в 1720 году, 10 марта по новому стилю, Пётр I подписал первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав, согласно которому во всех государственных органах власти были созданы архивы и введена государственная должность архивариуса. С тех пор архивная служба исправно работает и кропотливо пополняет фонды документами. На Всероссийской историко-архивной конференции «Наследие советской эпохи, прошлая и современность» были подведены итоги работы архивной службы региона. Как отметила министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова, по состоянию на 1 января этого года объём документов архивного фонда региона составил более 2,5 миллионов единиц хранения. За счёт оказания платных услуг архивами мы получили, заработали почти 6 миллионов рублей, и это больше на 419 тысяч, чем в 2020 году. И я вас благодарю за эту работу в пандемийный год. Мероприятие стало центральным событием регионального фестиваля «Архивный хронограф». В этом году он проходит в четвёртый раз. Фестиваль затронул важную тему – столетие со дня образования советского государства. Она станет основной на третьем международном форуме историков, философов и публицистов. Главные его события пройдут в ноябре. Таким образом, историко-архивная конференция открыла цикл мероприятий форума. Идея проведения этих форумов связана как раз с подготовкой к столетию Великой Российской революции. Напоминаю, что в хронологической рамке её – февраль 1917, декабрь 1922 года. Сейчас уже начинается третий форум. Он связан с юридическим оформлением, завершением революции, то есть образованием Союза Советских Социалистических Республик. 11 марта на площадке Госархива региона пройдёт ночь в Архиве. Посетителям предложат викторины, мастер-классы, презентации, экскурсии. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.